Впервые в этом году депутаты собрались на сессию городского совета. Первым вопросом народные избранники утвердили корректировки в главный финансовый документ города всего на 500 миллионов рублей. Власти уверены, что это не последние изменения и уже в апреле вновь намерены пересмотреть бюджетные параметры. Деньги удалось сэкономить в ходе проведения тендеров, куда в первую очередь направить средства власти решили, опираясь на мнение горожан. На сайте администрации несколько раз проводили общественные слушания и на их основании финансирование некоторых направлений значительно скорректировалось. Так, например, ремонт дворов и проездов. На эти цели запланировано 365 миллионов рублей. В этом году 80 миллионов направят и на освещение. Задача мы будем подходить комплексно, ремонтировать двор, все проезды к нему, а также сети наружного освещения. За счет аккумулирования средств из двух источников, из краевого бюджета и из городского, мы сможем восстановить освещение в 100 дворах. В этом году в два раза увеличили финансирование программы 50 на 50 для работников бюджетной сферы. Город компенсирует бюджетникам 50% от рыночной стоимости жилья. Предусмотрена и рассрочка платежа сроком до 5 лет. Важный нюанс, что приобрести квартиры можно только в домах, которые строятся по муниципальному заказу. В этом году на реализацию этой программы выделено более 100 миллионов рублей. Дополнительно предусмотрены средства на строительство жилых домов в микрорайоне Покровский и метростроитель. Ректировка бюджета – это важнейший вопрос, который сегодня рассматривался с моей точки зрения на сессии. Это решение, которое позволит нам в дальнейшем продолжить решение тех социально значимых вопросов, которые обозначены и уже не один год реализуются в городе Красноярске. Это в первую очередь вопросы жилья. Безусловно, важными вопросами для горожан являются вопросы, связанные с благоустройством территории города, ремонтом дорог и, что очень важно, выработанная практика общественного обсуждения. Кроме того, запланировано строительство новых спортивных площадок. На месте 40 старых хоккейных коробок появятся новые комплексы. В Николаевке начнется проектирование новой школы на тысячу мест. Премьер-министр совершенно недавно Владимир Путин говорил о том, что необходимо на местах решать вопрос, ускорить решение вопроса о строительстве доступного жилья. В городе Красноярске принято решение о расширении программы 50 на 50. Касается всех категорий бюджетников абсолютно. Это и врачи, и учителя, и работники культуры. Это не последняя корректировка бюджета в этом году. Его параметры еще раз пересмотрят уже в марте и потом в сентябре. Продолжение следует...